шарквелли сша тропа шарквелли это 15-мильная трасса расположенная недалеко от майами штат флорида национальном парке everglades она вымощена а это значит что по ней действительно безопасно и легко передвигаться независимо от того идете ли вы пешком гуляете с коляской или едете на велосипеде это отличный способ познакомиться с прекрасной погодой флориды и увидеть некоторые из ее природных растений но стоит быть осторожным здесь водятся самые настоящие аллигаторы история парка everglades где и расположен этот веломаршрут начинается еще со времен племен индейцев которые здесь обитали все то время что они здесь жили они оберегали природу от воздействия человека когда индейцев на территории уже не осталось джунгли в перемешку с болотистой местностью сделали территорию практически непригодные для обработки из-за чего парк долгое время был запущен 1934 году было принято решение об открытии парка целью которого было сохранение оригинальной природы а потому долгое время на территорию разрешалось войти только специальным работникам которые занимались сохранением местной флоры и фауны через какое-то время вход стал разрешен также и гостям и туристам трасса на горе таранаки новая зеландия трасса горы таранаки является тропой предназначенной для более опытных любителей природы и спорта это может быть довольно трудный маршрут для велопутешественников а иногда снег или заросшие деревья с растениями могут создать проблемы для пересечения местности тропа находится в национальном парке эггмонд новой зеландии путь лучше всего проходить в период с октября по апрель чтобы избежать суровой погоды или препятствий на пути сама по себе гора таранаки ничто иное как вулкан последнее извержение которого датируется 19 веком вулкан внешне походит на гору фудзи благодаря чему таранаки попал в кадры фильма последний самурай его название на языке маури по разным версиям означает блестящая гора или скользкий пик что и то и другое походит на правду клоу хаммер роут сша северная каролина является штатом который славится спортом среди которых и такие интересы как прогулки на свежем воздухе и наслаждение природой трасса для горных велосипедов клоу хаммер роут расположена за пределами бреварда штат северная каролина представляет собой промежуточный маршрут протяженностью около 8 миль который отлично подходит для езды на велосипеде и пеших прогулок этот маршрут может быть несколько сложным но весенние летние и ранние осенние месяцы это один из прекрасных способов познакомиться с северной каролиной и и природой кстати большей части на территории северной и южной каролины на болотистой местности растет хищное растение венерино-мухоловка помощью своей ловушки растения ловит насекомых и пауков при воздействии на ее чувствительную поверхность в течение как минимум 20 секунд ловушка захлопывается дорога больших альп great alpine road франция простираясь более чем на четыре сотни миль от озера женевы до средиземноморья велотур у больших альп во франции предлагает ряд нелегких испытаний вдоль самых высоких дорог страны включая изнурительные 30 минный подъем в коль де лизеран маршрут не для новичков а также не для тех кто страдает акрофобией боязнью высоты дорога была задумана и начата реализовываться в 1909 году тогда большая часть горной местности была изолирована от цивилизации уже в те времена французы задумывались о туризме а сейчас продолжают работать над этим маршрутом постоянно его развивая и стараясь оставить максимально удобным для туристов здесь удобно передвигаться не только на велосипеде но и на мотоцикле и автомобиле парк горных велосипедов у истлера британская колумбия это уникальная трасса это не просто тропа на природе это целый парк со множеством препятствий и трасс для байкерской езды это определенное место для любителей экстремальных видов спорта парке горных велосипедов выстлера есть несколько различных трасс и трамплинов для гонщиков где каждый желающий может проверить свои навыки некоторые из них являются относительно сложными поэтому они определенно рекомендуются только велосипедистам имеющим большой опыт езды по пересеченной местности энчеладо сша это велосипедная дорожка в штате юта называется вся энчелада точнее the whole энчеладо что в английском языке является идиомой и означает целую часть чего-то и можно с уверенностью сказать что это подходящее название для нее в то время как многие велосипедные дорожки ведут вас по одному типу местности энчеладо это велосипедный маршрут где есть практически все типы местности по которым человек может захотеть проехать поэтому велосипедная трасса рекомендуется только опытным велосипедистом тропа ведет гонщиков через песчаник мимо реки и через альпийский перевал таймошань китай известен он тем что является самой высокой вершиной в гонконге и одно из самых высоких в китае вокруг таймошань расположено довольно много различных маршрутов как для пеших так и велосипедных прогулок здесь есть множество маршрутов для катания но все они в основном находятся на более сложной стороне так как находится в горной местности трассы покрыты камнями и растениями и определенно не предназначены для новых гонщиков ребека правит сша в отличие от других трасс ребека правит в айдаха это не просто маршрут который велосипедисты могут посетить и покататься когда захотят ребека правит айдаха это целое мероприятие которое проводится каждый год в день труда 1 понедельник сентября 2013 года маршрут расположен в санвеле штат айдаха и состоит из нескольких различных трасс из которых участники могут выбирать все они длинные и предназначены для проверки выносливости велосипедистов коле дель фенестра италия это велосипедная дорожка расположенная в регионе пьемонт италия дословно с итальянского ее название можно перевести как холмы окон или склейки окон игра слов коле холм коле клей во множественном числе трасса была первоначально построена в 18 веке как обычная дорога но сегодня это популярное место среди велосипедистов и туристов посещающих италию отсюда открывается великолепный вид на окружающие горы и прекрасный природный ландшафт италии из-за этого этот относительно легкий путь действительно популярен среди людей посещающих италию которые хотят насладиться видом на горы и итальянским солнцем и к радости любителя итальянской природы здесь можно выбирать такой маршрут который подойдет новичкам маршруты 401 и 403 лук трейл колорадо находятся они недалеко от креста бьют и штат колорадо трассы пользуются популярностью не только у туристов но и у местных жителей это умеренно легкие маршруты которые ведут посетители по сельской местности колорадо там они могут увидеть птицы других диких животных для которых штат является родным домом полюбоваться видом на горы вдалеке если вам понравился данный ролик не забудьте поставить ему лайк обязательно подписывайтесь если еще не сделали этого впереди нас ждет много всего интересного из мира путешествий и также заходите на мой второй канал с maps education про международное образование